Слава Богу, он дает нам возможность понимать крест, силу креста, да? Мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Это очень интересный текст Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стиха, пост 59, Иоанна, 6, 47. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал Меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет мною. Это-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб этот жить будет вовек». Это говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Вот если мы поставим себя на место людей, которые слышали Христа, что бы они могли вообще подумать? Очень интересный текст Священного Писания. Тут написано, что потом многие из учеников Его ушли от Него. Они не поняли, о чем идет речь. В то же время то, о чем здесь Иисус говорил, как о будущем, Он сказал, «Плоть, которую я отдам». Для нас это уже прошлое, да? То, что Он говорил, это очень важно. Лично мне нравится этот текст. Очень нравится этот текст. Я уже не первый раз говорю на этот текст. Вы знаете, в реальности я лично готов постоянно рассуждать об истинах этого текста. Почти во всех посланиях апостолов по-различному объясняется истина этого текста. Новый Завет очень много говорит о том, о чем мы здесь прочитали. Мы можем не знать многие вещи, записанные в Библии. Но вот то, что здесь записано, мы должны знать. Это очень важно, знать базовые вещи. Мы можем не понимать, почему некоторые истины работают. Но мы должны понимать, что они работают и применять их в своей жизни. Вы знаете, это как езда на машине. Вот здесь многие умеют ездить, да, среди нас. Но кто может объяснить, почему машина ездит? Среди нас очень мало богословов, знаете, которые могут сказать, почему машина поворачивает направо, когда мы крутим руль. Вот почему она поворачивает направо? Кто из нас может объяснить эти детали? Ну что нам с вами всем необходимо, да? Нам нужна способность пользоваться этим механизмом, для того, чтобы оно работало. Так вот, знаете, нам не всегда понятно, почему оно так работает. Но Библия говорит, что оно так работает и все. Поэтому нам необходимо это понимать. Такие вот очень важные слова тут записаны для нашей духовной жизни и развития. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. О чем говорил Иисус? Верующий в меня имеет жизнь вечную. Он имеет жизнь вечную. Иметь жизнь вечную. Не это ли мечта многих людей? Или может быть всех людей на земле? Не это ли наша мечта с вами, чтобы жить вечно? Есть много людей, которые отдадут все на свете, чтобы прожить хотя бы чуть-чуть больше. Есть многие богатые люди, у которых есть такие возможности. Они готовы отдать все, что они имеют, чтобы прожить хотя бы чуть-чуть больше. Во всех религиях, которые только были, есть какая-то идея вечной жизни. Идея вечного блаженства или перехода из состояния в состояние, что тоже является каким-то вариантом вечности. То есть это мечта. Жить вечно – это такая мечта у человечества. Это то, что человек всегда хочет иметь, потому что его жизнь ограничена на земле. Вы знаете, интересно появление религии. Откуда вообще религии берутся? Есть человек, который говорит, что это неправильно, что надо поворачивать руль, чтобы машина ехала направо. Человек говорит, что это неправильно, это слишком просто. Нужно найти более правильный путь. И человек начинает искать более правильный путь. Найти какую-то истину, чтобы она была более сложная, чем простой поворот руля. Так появляется религия. Потому что Бог все сделал очень просто. А человек хочет найти что-то еще. И вот Иисус здесь говорит очень простую идею. Он сказал, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Вот человек хочет изобрести что-то такое необычайное для того, чтобы иметь жизнь вечную. А Иисус сказал очень такую важную, интересную, простую вещь. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Все, что потом мы прочитали, все, что потом Он объяснял, это все крутится вокруг вопроса, вокруг этой истины, которую Он сказал в 47-м стихе. То есть Он потом объяснял, что это означает и во что нужно, собственно говоря, верить. То есть не надо человеку ничего нового. Все же Бог сделал. Бог абсолютно все сделал. Надо только верить в то, что уже сделано на кресте. То есть для этого Иисус пришел, чтобы что-то для нас сделать. Человеку необходимо только это понять, усвоить и в это верить. Потому что верующий в Меня имеет жизнь вечную. Надо заметить интересную деталь. Иисус сказал, что верующий в Него будет иметь жизнь вечную. Он не сказал, что Он будет иметь вечное пребывание на земле или на небе. Вы знаете, интересно, что у людей есть разное такое направление в понятии жизни вечной. Кто-то хочет на земле вечно жить, да? И так строит свою религию. Кто-то строит свою религию на основе вечного блаженства. Но вот Иисус, очень важная деталь, нам надо понимать в вопросе, что такое жизнь. Он здесь не сказал, что это какое-то необыкновенное вечное пребывание где-то на небе или на земле. Он сказал, что это жизнь вечная. Это жизнь, которая не умирает. Это жизнь, которая вечная сама по себе. До этого, если мы посмотрим в 30-31 стих, люди просили у Него знамения. И люди сказали Ему, что «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Вот они просили знамения и привели пример манны. И Иисус учел это, и Он сказал в 49-м стихе «Отцы ваши ели манну в пустыне». И что они сделали? Они умерли. Вот такое интересное сравнение. Он использовал их же пример, чтобы дать им какое-то понимание. Так вот, манна, что она делала? Она 40 лет поддерживала жизнь людей, чтобы они могли каким-то образом питаться. И потом эти люди все равно умерли. То есть вот эта жизнь, которая есть в нашем теле, она ограниченная. Манна, она существовала для того, чтобы эту жизнь каким-то образом поддерживать, пока она существует, эта жизнь. Но вот жизнь нашего тела, она ограничена, она не вечная. Жизнь, которая в теле, она умирает. Это жизнь, которая в нас есть. Но Иисус говорит здесь о жизни вечной. Это жизнь, которая не умирает. То есть это не какое-то пребывание где-то в небе или на земле. Но это жизнь, которая не умирает. Мы можем очень сильно ошибаться, если мы понимаем понятие термина «жизь вечная» как просто вечное пребывание где-то. Это жизнь, которая появляется в человеке. И эта жизнь, она начинает развиваться. Например, Иисус приводил пример зерна горчичного или зерна пшеничного. Он часто говорил о зерне. Зерно – это хороший пример для Царства Небесного, для Царства Божия, чтобы пояснять его. Но вот если мы посмотрим на зерно, что такое зерно? В реальности зерно – это жизнь, которая сконцентрирована в маленьком семечке. Там есть какие-то элементы, которые являются и химическими элементами. Но на самом деле там в этом зернышке есть какая-то жизнь. И когда появляется вода, земля и солнышко, тогда эта жизнь вдруг начинает развиваться. Она в зерне, жизнь почему-то находится. Зерно может очень долго храниться, мы все это знаем. Может годами зерно храниться, если оно сухое, ничто с ними не произойдет. Но когда в зернышке появляются какие-то элементы, необходимые для ее развития, вдруг эта жизнь начинает работать. Мы не знаем, как это происходит, это Божье чудо. Но вот в зернышке заложена какая-то жизнь. И она начинает развиваться, развиваться, и появляется даже дерево. Появляются злаки, появляются деревья. Что-то появляется, потому что жизнь. Так вот, Иисус сказал, что верующий в Него, он будет иметь жизнь вечную. Он будет жизнь иметь. Это какая-то концентрация развития, которая потом начинает что-то производить в человеке. Даже есть одна притча, когда Иисус говорит, что человек не знает про зернышко, как оно растет, но оно вырастает. Человек даже может не понимать, что это за процессы духовные в нем происходят. Но если в нем появляется жизнь, она вдруг начинает развиваться, она вдруг начинает что-то производить в человеке. Так вот, Иисус сказал, что верующий в Него имеет жизнь. И потом Он добавил интересную вещь. Он сказал, что Я хлеб жизни. Он является хлебом этой жизни. Любая жизнь, она требует питания. Любая жизнь. Любая жизнь требует питания, и любая жизнь требует какие-то определенные условия для ее развития. Мы это везде видим в природе, да? Это очень простая вещь. И вот почему-то Иисус соединил эти два стиха. Он сказал, вот иметь жизнь вечную, а Я... Он сказал, Я хлеб этой жизни. Я являюсь хлебом этой жизни. Хлеб — это питание. Мы знаем, что Иисус кормил три тысячи человек, или там пять тысяч человек, да? Он кормил этих людей. Хлеб, вообще в евроазиатской культуре хлеб — это очень важная вещь, да? Есть мало народов, которые хлеб не едят, там один рис едят. В основном все наши народы едят хлеб, который мы знаем народы, да? Хлеб важнее мяса. Многие люди хотят есть мясо, да? И в пустыне люди хотели мясо есть. Однако, когда был голод во времена Иосифа, мы знаем, что Яков привел с собой в Египет стада скота, там мясо было у них, да? Однако он посылал своих детей покупать что? Покупать хлеб. Он сказал, если мы хлеба не купим, мы умрем с голода. Есть такая казнь, раньше была в Китае. Человека кормили мясом 30 дней, и он умирал. Такая казнь была, представляете, интересно. Человека кормили, но ему ничего не давали, ничто больше, только мясо. То есть человек умрет без хлеба, ему нужен хлеб. Там что-то есть в этом зерне особенное. И вот Иисус привел именно этот пример хлеба. Видать, для евреев это было очень важно, для тех людей они понимали это. Моя бабушка говорила, что во время войны им давали очень мало хлеба в день. Это была вся их зарплата, там я не помню сколько грамм, может быть 400. Очень мало хлеба давали им. И однако они могли выжить и работать. Какое-то действие хлеба есть. И вот жизнь вечная питается тоже каким-то хлебом. И она питается хлебом, который является Иисус Христос. И более того, тем, что Он совершил на кресте. Далее весь этот текст объясняет, что этот хлеб жизни означает. Он объясняет качество хлеба. Еще что интересно о хлебе, знаете, это очень важная такая деталь, это стих 35. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, проходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Вот этого хлеба, Он сказал, я есть хлеб жизни. И у этого хлеба есть очень интересное качество. Это очень интересное качество. Он сказал, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Алкать и жаждать. Вы заметите, как действует хлеб на человека. Человек перестает... Слово алкать означает очень сильно хотеть есть, да? Слово жаждать означает очень сильно хотеть пить. Так вот Иисус сказал интересную вещь. Он сказал, я хлеб жизни, приходящий ко мне, он не будет алкать и не будет жаждать. Надо сказать, что алкать и жаждать – это причина всех человеческих страданий. Откуда появляются страдания у человека? Почти все страдания человека связаны с тем, что ему что-то хочется. Он что-то алчит и что-то жаждет. Вот человеку что-то хочется на земле. Ему хочется здоровья, ему хочется хороших отношений с людьми, ему хочется, допустим, там, какие-то материальные блага, признания в обществе, власть, еще что-то ему хочется. У каждого человека есть много-много желаний. Иногда человеку даже хочется чувствовать себя несчастным. То есть есть очень много всяких таких вещей, которые человеку хочется. И вот это желание, вот эти желания, они не удовлетворяются на земле, и человек страдает. И смотрите, качество хлеба. Какое прекрасное качество хлеба жизни. Он сказал, что человек, который приходит ко мне, он уже не будет жаждать, он не будет алкать. Он будет всегда доволен. Потому что Иисус заменяет все его желания. Иисус является удовлетворением всех его потребностей, всех его нужд, всего, что человеку нужно. Поэтому для нас с вами очень важно понять, что это за хлеб, и что нужно есть. Что нам нужно есть, что является этим хлебом. Далее Иисус объясняет, что же это за такой хлеб. 51 стих. То есть мы видим, что здесь как бы центральное такое место в понятии хлеба. Он говорит, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть его тело, его плоть, отданная за жизнь мира, является хлебом, который нужно есть. Это его плоть. То есть он говорил о действии креста. В стихе 47 он говорит о том, что верующий в меня. В 48 он говорит, что я хлеб. Надо заметить, что хлеб, хлеб это не то, что стоит возле меня. Хлеб это то, что принимается вовнутрь. В чем идея хлеба? Хлеб это то, что мы съедаем. Это то, что переходит внутрь человека, растворяется там каким-то образом и становится его частью. Так вот, он говорил о вере, он говорил о хлебе. Что значит есть Христа? Конечно, людям трудно было это понять, но что хотел им Иисус предложить? Он сказал, это не просто меня съесть надо, он сказал, это плоть, которую я отдам за жизнь мира. И он сказал, что в это нужно верить. То есть есть Христа, питаться Христом, это верить в истину о его смерти. И веру и применять эту истину в своей жизни. Есть Христа, это верить в истину о его смерти. И веру и применять эту истину в своей жизни. Нужно верить и применять в истину о его смерти. Крест имеет две стороны В принципе, просто это мы так разделяем Это условно Это обретение спасения и развитие спасения А здесь Иисус тоже говорит Как бы о двух вещах Он говорит о том, как иметь жизнь вечную И о том, как пребывать в нем Мы можем разделять, можем не разделять Но просто надо так легче понимать Потому что в целом эти две части Как иметь жизнь, как развиваться в этой жизни Это одно целое Для нашего понимания мы разделяем Это нам легче так В целом, это то, что мы называем Благовестью или Евангелием То, что как крест действует на человека Так вот, мы видим, что хлеб Это тело Это тело, которое он отдает За грех мира Действия его тела Посланники Евреям 10 глава С 5 по 10 стих Поэтому Христос, входя в мир, говорит Жертвы приношения ты не восхотел Но тело уготовал мне Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе Тогда я сказал Вот иду, как в начале книги написано о мне Исполнить волю твою Божию Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения Ни всесожжения, ни жертвы за грех Которые приносятся по закону Ты не восхотел и не благоизволил Потом прибавил Вот, иду исполнить волю твою Божию Отменять первое, чтобы постановить второе По этой воле освящены мы Единократным принесением тела Иисуса Христа Это действия тела Со времен грехопадения Во всех людях действует закон греха и смерти Сколько бы ни было нас, людей Которые родились после Адама Кто родился в верующих семьях Кто родился в неверующих семьях Это не так важно Во всех людях, в их теле В теле человека Находится закон греха и смерти Который называется Ибо возмездие за грех Что? Смерть Римлянам 6,23 Да, это сильнейший закон Библии Возмездие за грех Смерть Так вот, за грех Должно быть заплачено Кто-то должен заплатить за грех Обязательно Потому что за грех должна быть смерть Это библейский закон И вот чтобы остановилось действие Закона греха и смерти Кто-то должен был заплатить Оно не могло по-другому работать Оно только так должно было работать Поэтому Христос, входя в мир Говорит Жертву приношения Ты не восхотел Но тело уготовал Мне Этот грех Который находится в человеке Внутри человеческого тела В его плоти За этот грех должна была быть Произвена смерть Кто-то должен был умереть И тут написано Что жертву приношения Ты не восхотел Не было достаточно Жертвенных животных Для того, чтобы освободить Человек от греха И поэтому тут написано Ты тело уготовал мне Для Христа Для Сына Божия Было приготовлено тело Оно было специально приготовлено Для того, чтобы Этот грех мог быть заплачен Это возмездие за грех Чтобы было взято На это тело Другого ничего Бог не мог посмотреть Не мог ничего больше найти И был только такой вариант Поэтому Сыну Божию Было уготовлено тело Поэтому ему пришлось Воплотиться в это тело В этом теле Быть на земле И прийти на крест В его теле Не было греха Но в нем была жизнь И вот он отдал свою жизнь Которая в нем была Жизнь от Отца Он отдал эту жизнь Чтобы заплатить за грех Под этой волей Освящены мы Единократным принесением Тела Иисуса Христа Мы освящены Принесением Его тела Не просто так Человек приходит к Богу То есть Его смерть Она остановила в нас Действие закона Греха и смерти Через смерть Его тела Поэтому мы получаем Жизнь Которая не умирает То есть Его смерть Его тела Она остановила в нас Закон греха и смерти Который на нас Перестал деяться Потому что Он заплатил Но мы получаем Жизнь Которая не умирает И в это нужно верить Иисус сказал Что верующий в Меня Имеет жизнь вечную Это то Во что нужно верить Он сказал Что хлеб Это есть плоть Моя Которую Я отдам За жизнь Мира Верить в действие Смерти Его тела Что смерть Его тела Позволяет человеку Иметь жизнь Вечную То есть это просто Нужно верить Понимаем это Или не понимаем В это нужно верить Верить в истину О смерти Человек часто думает Что есть более правильный путь Он создает религию Создает какие-то правила Для того чтобы ему Сложнее жить было На самом деле Нужно просто верить Смерть тела Христа Тут написано О действии тела Что мы освящены Единократным принесением тела Один раз принесено было Это тело Один раз Немного раз Один раз И мы освящены Он сделал нас святыми Он осветил нас Он отделил нас Для самого себя Это все действие тела Производит Мы стали Его собственностью Через смерть Его тела Еще в Колоссянам написано 1.22 21.22 И вас бывших некогда Отчужденными врагами По расположению К злым делам Ныне примирил В теле плоти Его Смерть Его Чтобы представить вас Святыми непорочными И неповинными Пред собою Действия тела Он говорит Что вы были Отчужденные и враги Расположенные К злым делам Он говорит О состоянии человека Какой он был Что он был Отчужден Это значит Он был чужой Отчужден Это как бы Он такой чужой был человек Что его как бы Не хотели с ним иметь общение Его как бы так Знаете Слово отчужден Это не просто чужой Отчужден Это когда ты чужой Но с тобой даже Не хотят дело иметь С тобой пренебрегает Ты такой вот Знаете Отчужден И враги были Это враги Это вражда была Борьба Расположенные Люди были к злым делам И вот действие Его тела Что в теле Он примирил Через свою смерть Человека самим собою Это действие Его тела И при этом Это тело Что оно еще сделало Оно представило нас Святыми и непорочными Перед ним То, во что человек Должен верить В Его теле Он сделал нас Святыми и непорочными Перед ним Кто-то до сих пор думает Имеет даже искупление Думает, что Он И такой, и сякой, и плохой Знаете Здесь написано Что Он сделал нас Святыми и непорочными Перед собой В это нужно просто верить Более того 1 Петра 2.24 Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на дерево Дабы мы Избавившись от грехов Жили для правды Ранами Его Вы исцелились Что Он сделал Он своим телом Телом Он возьмешь наши грехи На дерево Для того, чтобы Мы могли жить Для праведности Он говорит, что Он освободил нас От влияния этих грехов От действий грехов Для того, чтобы Мы теперь могли Праведно жить Кто из людей на земле Может жить праведно Кто из людей на земле Может так жить Чтобы сказать Что это праведник Таких людей нет Однако через смерть Его тела Когда Он освободил нас От этих грехов Которые нас мучат Теперь у нас есть Такая возможность В Его глазах Быть праведными Это смерть Его тела Это все Он сделал И дальше Петр говорит Что ибо вы были Как овцы блуждающие Не имея пастыря Но возвратились Ныне к пастырю И блестители душ ваших Что Он сделал Он сделал Через смерть тел Он стал нашим пастырем Он стал нашим руководителем Он говорит, что человек Не знает, как он живет Куда ему идти Что ему делать в жизни Но вот Когда он умер Всякий человек Который верит Он становится его пастырем Он становится руководителем Это все Что производит Смерть его тела На человека Какие Смотрите Большие Такие Блаженные обетования Которые он нам дает И он говорит, что хлеб Хлеб, который я дам Есть плоть моя Которую я отдам За жизнь мира Хлеб Это верить в смерть Его тела Верить в действия Его тела Далее мы видим В стихе 53 Иисус добавляет Еще одну важную деталь Очень важную деталь Если не будете Есть плоти Сына человеческого И пить Крови его То не будете Иметь в себе Жизни И отдущий Мой плоть И пьющий Мой кров Имеет жизнь вечную Он добавил Очень интересную деталь Он говорил О смерти тела И вдруг Он добавил Еще одну деталь Он сказал Пить кровь Оказывается Есть еще одна Интересная вещь При смерти Его тела Пролилась его кровь То есть Не просто Его тело Умерло При смерти Его тела Пролилась кровь Эту кровь Нужно пить Для обретения Жизни Есть истина О крови Истина О крови Евреям 9 глава 9.11 Истина О крови Но Христос Перевосвященник Будущих благ Пришедший С большую И совершеннейшую Скинию Нерукотворенную То есть Не такового Устроения И не с кровью Козлов и тельцов Но со своей Кровью Однажды Вошел Восвятилище Приобрел Вечное Искупление Ибо Если Кровь Тельцов И козлов И пебель Телиц И через Окропление Освящает Оскверненных Дабы Чисто Было Тело То Тем более Кровь Христа Который Духом Святым Принес Себя Непорочного Богу Очистит Совесть Вашу Нашу От Мертвых Дел Для Служения Богу Живому И Истинному Здесь Говорится О том Что Как Действует Кровь Истина О крови Кровь Очищает Совесть Чем Наша Совесть Была Осквернена Кровь Очищает Совесть Интересно Что Совесть Оказывается Была Осквернена Тут Написано Что Очистит Совесть От Мертвых Дел Это Очень Интересный Элемент В Организме В Человеке Совесть Совесть Была Осквернена Мертвыми Делами То Эти Мертвые Дела В Мертвом Состоянии Человек Когда Он Делал Грехи Его Совесть Начинала Соглашаться С тем Что Эти Грехи Состояние То Что Человек Делает Это Правильно И Она Этим Осквернялась Совесть Все Что Человек Согрешал Нормальным Но Здесь Написано Что Кровь Христа Она Очищает Совесть От Мертвых Дел Вот Смерть Тела Христа Она Решает Вопрос Греха Как Такового И Его Действия На Человека Но Пролитие Крови Решает Вопрос Согрешений Решает Вопрос Поступков Человеческих Когда Мы Согрешаем Совесть Оскверняется Она Начинает Соглашаться С тем Что Так Жить Это Духом Святым Освященная Совесть Она 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 Соглашается Согрешениями Да И Когда Мы С вами Если Как То Согрешаем Мы Чувствуем Себя Немножко Плохо Да Потому Что Совесть Начинает Нам Говорить Что Это Неправильно Так Вот Кровь Христа Она Действует На Грехи Которые Совершались В Прошлом Или Совершаются Сейчас Она Очищает От Как Такового Его Действия На Человека Далее Еще Что Очень Важно О Чем Хотел Иисус Сказать Если Мы Посмотрим Дальше В Иоанн Гатяна В 15 Главе Там Есть Два Стиха Которые Мы Знаем Может Читали Их 15 4 5 Прибудьте Во Мне Я В Вас Как Вет Не Можете Приносить Плода Сама Собой Если Не Будет На Лозе Так И Вы Если Не Будете Во Мне Я Лоза А Вы Ветви Кто Прибывает Во Мне И Я В Нем Тот Приносит Много Плода Ибо Без Меня Не Можете Делать Ничего Вот Здесь Иисус Сказал О Чтобы Приносить Плод Он Сказал Что Для Того Чтобы Приносить Плод Нужно Прибывать Во Мне Я Думаю Что Для Нас Очень Часто Возникает Вопрос Ну Как Же Прибывать В Нем Что Это Означает Прибывать В Нем Так Вот Мы Не Можем Приносить Плод Или Жить Праведно Знаете Просто Через Усилия Своей Воли Я Думаю Что Мы Все Пробовали Бороться С Грехом Каким То Образом Это Очень Нормальное Явление Для Верующих Бороться С Грехами Каким То Образом И Творить Праведные Дела И Мы Все Замечали Что Это Не Всегда Получается То Наша Воля Она Так Не Работает Чтобы Побеждать Плод Природу Она Так Просто Не Работает Не Необходимо Пребывание В Нем И Вот Здесь В 56 Сихе Иисус Сказал Каким Образом Пребывать В Нем Что Это Значит Иисус Сказал Не Будете Пребывать Во Мне Не Будете Иметь Плода Вот Сколько Бо Человек Не Старался Усилия Воли Своей Принимать Своей Собственной Силы Не Получится Он Сказал Пребывать В Нем Здесь Иисус Сказал Что Ядущий Мою Плоть И Пиющий Мою Кровь Пребывает Во Мне И Я В Нем То есть Пребывание В Нем Означает То Чтобы Есть Его Плоть И Пить Его Кровь Это Простая Истина Решает Многие Вопросы Нашей Христианской Жизни Очень Многие Вопросы Я Думаю Что Все Мы Имеем Какие Трудности С Грубых Грехов Когда Бог Дает Нам Возрождение Люди Легко Освобождаются От Грубых Вещей От Больших Грехов От Пьянства Или От Блуда Какого-то От От Курения Очень Легко Люди Освобождаются От Таких Крупных Вещей Однако Чем Все Люди Страдают В основном Верующие На что Они Жалуются Они Раздражаются На такие Вещи Которые В посланиях Записаны Раздражение Гнев Крик Ярость Будут Удалены От Вас То есть Вот Такие Вещи Которые Кажутся Чертами Нашего Характера Они Нам Доставляют Много Беспокойства Они Не Дают Нам Правильно Жить И Развиваться В нашей Христианской Жизни Есть Много Других Вещей Которые Связаны С Нашей Плоти Таких Как Самолюбие Самомнение Маленькая Гордость Какая-то Меня Обидели Как Павел Говорит Что Бедный Я Человек Кто Избавит Меня От Сво Тело Смерти То есть Мы Все Сталкиваемся С Этой Проблемой И Иисус Сказал Что Чтобы Приносить Плод Нужно Пребывать В Нем А Здесь Он Сказал Что Пребывание В Нем Выражается В Том Чтобы Есть Его Плоть И Пить Его Кровь То есть Истина От Тебя Не Согрешать Почему Верующие Люди Грешат Я думаю Что Первое Почему Человек Верующий Грешит Это Потому Что Он Соглашается С грехом Чтобы Согрешить То есть Грех Предлагает Человеку Говорит Давай Согрешим Давай Будем Раздражаться Человек Говорит Ну Давай Будем Раздражаться Он Раздражается Ему Так Приятно Жить Знаете И второе Почему Верующие Грешат Нету силы Противостоять Греху Закон Ослабленный Плотью Был Бессилен То есть Плоть Ослабляет Человека Когда Мы Начинаем Применять Усилия Нашей Воли Нашу Силу Тогда Плотя Насильнее Она Заставляет Нас Грешить То есть Нам Приходится Это Делать Так Вот Сила Сила В том Чтобы Жить Праведно Заключается В истине О теле О его теле Здесь Римлянам Говорится О том Что его Тело И наша Ветхая Природа Они Были Распяты Вместе Чтобы Упразднено Было Тело Греховное Дабы Нам Не Быть Уже Робами Греху То есть Тело Греховное Которое У нас Оно Упразднено Слово Упразднено Означает Оно Лишено Всей Власти Которую Только Она Имела В нем Нету Абсолютно Никакой Власти Поэтому Верующий Человек Может Жить Совершенно Свободно Не согрешая И поэтому Как нужно В это Верить Как нужно Об этом Думать Дальше Он говорит Что Так Вы Почитайте Себя Мертвыми Для греха Живыми Для Бога Во Христе Иисусе То есть Если Мы Понимаем Истину От Тели О том Что Оно Разделило Нас С грехом Которое Внутри Нас То Мы Можем Верить В Истину О разделении В том Что Мы Мертвы Для Греха Что Мы Для Этого Не Существуем Что Он Разделил Нас Поэтому Мы Можем Сказать Греху Что Я Это Делать Не Буду То есть Мы Можем Сказать Что Я Для Этого Не Существую Это Не Мое У нас Появляется Желание Гневаться На Кого Там И Мы Для Гнева Не Существуем Христос Нас Разделил С Этим Поэтому Мы Можем Жить Совершенно Спокойно Вы Знаете Нам Иногда Кажется Что Это Какие-то Сказки Это Не Сказки Это Абсолютно Реальность Потому Что Это Записано В Писании Это То Что Христос Сделал Это То Что Христос Хочет Чтобы В Нас Было Это То Что Называется Пребывать В Нем Пребывать В Нем Это Значит Постоянно Знать Постоянно Думать О том Что Смерть Его Тела Разделила Нас С грехом Который Внутри Нас Это Постоянный Процесс Нашего Мышления Постоянно Об этом Думать Даже Если Мы Уже Там Взорвались Надо Сказать Нет Погоди Я С этим Разделен Нужно Просто Верить Знаете Человеку Трудно Верить Иисус Сказал Что Хлеб Нужно Есть Он Сказал Я Хлеб Жизни Это Нужно Есть Если Хлеб Будет Тут Рядом Где То Если Он Будет Там Стоять Мы Не Сидим Он Не Придет Внутри Нас И Не Произведет Действия Хлеб Нужно Есть В эту Истину Нужно Верить Ее Нужно Применять Верою В нашем Разуме В нашем Мышлении В нашем Сознании И Эта Истина Будет Работать Почему Она Работает Мы Не Знаем Мы Можем Знать Только То Что Библия Говорит Знаете Но Сказать Почему Этот Механизм Именно Работает Очень Трудно Сказать Но Когда Мы Так Делаем Когда Мы Так Думаем И Так Верим Тогда Сила Воскресения В нас Работает Мы Начинаем Жить Правильно Жить Свято И Обретаем Его Божественный Покой Надо Верить Так Вот Это То Что Называется Пребывание В Нем Но Он Еще Говорит Что И Пиющий Мою Кровь Пребывает Во Мне Кровь Тоже Действует На То Чтобы Пребывать В Нем Как Действие Крови Влияет На Верующего Что Делать Верующим Если Они Все Так Согрешают Тогда Включается Опять Включается Действие Крови Точно Так Как Для Спасения Так Точно Кровь И Плод Действуют Для Развития Для Того Чтобы Пребывать В Нем Мы Конечно Будем Читать 1 Иоанна Смотрите Какие Интересные Вечи Записаны В 1 Иоанна Может Быть Мы Привыкли К Этим Текстам Но Это Тексты Очень Интересные 1 Иоанна 1 7 Если Ж Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха Вы Заметите Что Здесь Написано Если Мы Соблюдаем Две Вещи Ходим Во Свете И И И Общение Друг С Друг С Друг Если Мы Ходим Во Свете И И Общение Друг С Друг То Его Кровь Очищает Нас От Вся Греха Вы Знаете Есть Многие Грехи Которых Мы Даже Не Замечаем Есть Много Таких Грехов На Которые Мы Не Обращаем Внимания Просто Потому Что Наше Несовершенство Не Позволяет Нам Видеть Что Это Что Неправильное Человек Бывает Какой-то Довольство Знаете Он Сам Себой Доволен Он Может Воспринимать Это Нормально Он Еще Не Видит Глаза Еще Не Открыты У Что А Верующие Имеют Общение С Богом То Кровь Христа Очищает Это Действие Крови Очищает Человека От Тех Грехов Даже Которые Он Не Понимает Что Он Делает Но Есть Грехи Которые Мы Видим Есть Грехи Которые Дух Светлана Показывает Что Вот Это Ты Сделал Неправильно И Опять Мы Видим Действие Крови Только Оно Действует Немножко По-другому Она Действует Через Исповедание Если Исповедуем Грехи Наши То Он Будучи Уверен И Праведен Простит Нам Грехи Наши Очистит Нас От Всякой Неправды Если Есть Грехи Которые Мы Видим То Кровь Христа Она Тоже Так Работает Мы Можем Через Исповедание Иметь Очищение Эти Грехов И Снова Не Согрешали А Если Бы Кто Согрешил Если Бы Кто Согрешил Он Говорит Что Верующим Грешить Это Какое-то Ненормальное Явление Но Если Так Произошло Если Так Произошло То Мы Имеем Ходатая Пред Отцом Иисуса Христа Праведника Он Есть Умилостивление За Грехи Наши Не Только За Наши Но За Грехи Всего Мира Здесь И Верующим Пишет Говорит Что Если Вдруг Мы Согрешили Но Случилась Такая Вечь То Мы Имеем Ходатая Этот Ходатай Посланник Евреям Говорит Что Он Предстоит Пред Богом Пред Отцом Со Своей Кровью Как Первосвященник Он Ходатайствует Тут Написано Умилостивление Слово Умилостивление Означает Он Умоляет Отца Он Постоянно Умоляет О Нас Чтобы Мы Не Попали Под Наказание Представляете Сколько Бог Для нас Сделал Во Христе Иисусе Какой Он Сделал Работ Во Христе Иисусе Чтобы Мы С Вами Могли Наслаждаться Жизнью И На земле И Вечности Чтобы Мы Имели Эту Жизнь В Нас Внутри Нас Которая Может Развиваться Жить И Не Умирать Как Мы Должны Благодарны Мы Должны Славить Его Он Все Совершил Он Все Сделал Он Все Произвел Он Умер Он Пролил Свою Кровь Но Чтобы Оно В нас Работало Мы Должны Это Понимать Мы Должны Так Верить Верить Постоянно Верить Каждый День Верить Каждую Минуту Каждую Секунду Нашей Жизни Тогда Истина Будет Работать Нам Нужно Верить В действие Его Тела И В действие Его Крови И Славить Нашего Бога Давайте Мы Помолимся Прославим Его Слава Ему Благодарность Аминь